О, 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 поздравили! Лапайка, не решай! Не, не, мы никого не будем! Акима, давай! Акима, давай! Даёшь Акима или перекрываем дорогу – это ещё один народный метод докричаться до столичных властей. Жители микрорайона на окраине Астаны пока требуют решить одну из двух классических евразийских бед – отремонтировать дороги. Всё лето напролёт здесь потапливают дома, а малышня не знает летней обуви. Нет бояра! Нет бояра! Акция протеста длится недолго. Жители освободили дорогу и наглядно продемонстрировали, чем в будни живёт столица. Вот, смотри, живём в столице. Вот дорога, вот до магазина, вот там вообще невозможно. Вообще дороги не делаются. Все водители возмущённые. Нелли Теренкова давно никому не верит и не жалуется. Говорит, бесполезно. Приходя с работы, она снимает обувь на улице. Вместо уютных домашних тапочек у неё целинные резиновые сапоги. Вот до кровати тоже. Никак не встать. Только по досточке ходим. Ничего не сделаешь тут. Соседи женщины живут не лучше. Тоже борются с переизбытком водных ресурсов. По их словам, ситуация особенно ухудшилась в этом году. Власти Астаны начали строительство ТЭЦ. Грузовики окончательно добили дороги. Тут Аяна была почти с меня ростом. Её чуть-чуть посключили. Приехал Акимат, мы на букву висели. Как-то выходим, вскоре приехал к нашим кому-то из улицы. Полностью утонуло, вскоре одни окна, вы не поверите. Только после этого приехал Акимат и подсыпал. Но при этом под полметра ещё как минимум есть Акимат. Сбить волну народного негодования прибыли две машины. Они стали откачивать воду из луж. А на капитальный ремонт у местного Акимата, как всегда, средств нет. Жители переговорили, сейчас они коллективное обращение напишут. Этим уже получается обращение. Мы уже будем дальше выполнять свой транспорт. Помощник депутата Маслихаты – это самый большой начальник, кого направили приехать и выслушать жалобы горожан. По его словам, эти-то две машины выбить удалось с большим трудом. Остальные в это время откачивают воду в частных домах микрорайона. Дозвониться до аварийных служб практически невозможно. И это главный признак, что ситуация здесь действительно аварийная. Продолжение следует...